Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Автора вопроса зовут Наталья. Может я не люблю его, это только привычка. Прожили вместе четыре горя, и когда сильно поругались, я ушла. Он не стал возвращать, как раньше, а наоборот не хотел меня видеть и разговаривать. Через два месяца я узнала, что у него есть любовница, попросил вернуться, я приняла обратно, жили вместе месяц, все это время он приходил поздно. Был в делах и пару раз не ночевал, в скобочках бухал. Я не хотела выяснять, просто была рада, что он со мной. Когда в очередной раз он уехал выпивать, выяснилось, что он с ней. И все это время я переставала общаться с ней и видеться. Я сказал, что это конец, но у меня нет к нему обиды и злость быстро прошла. Я готов его простить хоть сейчас, но понимаю, что это не закончится. Головой я понимаю, что лучше расстаться, но не могу перестать о нем думать. На меня, может быть, влияет беременность. Я на пятом месяце, но я вспоминаю, как именно был раньше. Не могла подумать, что он так подло со мной поступит. Я люблю старого мужа, новый мне не нужен. Я не осознаю, что он был и есть другой. Хотя он с ней сходиться не хочет, а уже просто обратно, как разобраться с себя. Ну, для начала, Наталья, было бы неплохо разобраться в терминах, которые вы употребляете. Потому что не совсем понятно, что есть старый муж, что есть новый. Имеете ли вы, что старый муж – это тот, кто... Ну, с кем вы были, да? Ну, условно говоря, с кем вы были, так скажем, до того, как поругались, например. А, вот. Или имеется в виду, что старый муж – это какой-то другой человек, с которым у вас были отношения, и вы любите до сих пор его, а новому ему еще вам не особо, как бы, кажется ярким почувствам, но при этом вы все время о нем думаете. Это первое. Тут не точность, я не... Это нужно уточнить у вас. Вот. Что еще нужно уточнить? Это то, что вы подразумеваете под словом «все время о нем думаю». То есть, что это значит, что вы все время о нем думаете? Вот вы говорите, что... Ну, что, условно говоря, не выясняли, там, как бы, да, где он... не выясняли, там, ну, что он делает, вот, и так далее. Все это вы не выясняли, потому что просто рады были, что он с вами. Я имею в виду, мужчина, ваш мужчина. Вы рады, что он с вами. Мне бы хотелось спросить, а вот что это вот за такая радость? Вот что это за такое, такая привязка к человеку? Вот что это за такая привязка к человеку? Потому что очень бы хотелось наверное как-то вот с этим разобраться и очень бы хотелось как-то вот этот аспект несколько поисследовать. Потому что на мой взгляд это прямо очень и очень важный момент, так как вы об этом пишите достаточно много, вот, ну, с одной вроде как стороны вы об этом пишите много, с другой стороны, ну, как будто бы вот несколько, да, не раскручиваете эту тему, а как бы вот немного наверное хотелось бы чтобы докрутили, хотелось бы как-то этот момент все-таки немножко увидеть более, что называется, подробно, потому что это важно достаточно в данном случае. Дальше что хотелось бы еще понять, из-за чего поругались вы и почему считаете, что ну муж должен вас возвращать. Вот. Очевидно, что это не первый раз вы говорите, что он вас уже возвращал. Вот. Что возможно несколько намекает на то, что вы ссоритесь с ней впервые уже. Хотелось бы как-то этот момент чтобы вы раскрыли. Вот. На мой взгляд это прям важный ваш. важный Вот. Ну опять же да, как бы ну на мой взгляд это важно. На мой взгляд, по моему мнению это важно. вот. Вот. А вам ну на мой опять же взгляд нужно как-то вот ну более может быть более подробно что ли уделить этому вниманию. потому что сейчас как мне кажется вы не совсем отдаете себе отсчет в этом. Вот. Это такой аспект на который мне кажется крайне важно обратить ваше внимание. вот и соответственно разобраться в себе вот как разобраться в себе ну в первую очередь судя по всему есть у вас определенные сложности с самооценкой. Я судя по тому как вы относитесь к тому что у вашего мужа любовница судя по тому что вы ну говорите по сути что приняли его обратно да но вот по описанию судя ни к чему особо вы не пришли вот по по вашему описанию судя не особо разобрались в ну как бы вот в себе да вот вот то есть что там условно между вами происходит да и что условно вас беспокоит да вот какие между вами проблемы например вот это вот как будто бы ну как будто бы вот вы на это вообще внимания не обращаетесь вот а как бы аспект это важно и достаточно достаточно в моменте важный достаточно вот и на мой взгляд на мой взгляд ну вот как-то как-то вот игнорировать этот аспект ну было бы не совсем что называется корректно да вот потому что ну как бы это то что составляет основу ваших взаимоотношений вот как мне по крайней мере кажется вот и я думаю что коли вы ну вот в какой-то вот полной может быть мере не уделяете этому внимания сами ну самостоятельно то соответственно это вот уже вопрос больше к вам здесь понимаете да я надеюсь о чем как бы идет речь вот это довольно важный аспект довольно важный элемент ну ваших отношений ваших взаимодействий так скажем вот понимаете да я надеюсь о чем что я говорю о чем я пытаюсь вам сказать вот поэтому здесь на мой взгляд в первую очередь вам необходимо работать со своей самооценкой вот дальше со своим складом в конфликт и соответственно конфликтные ситуации тоже необходимо работать потому что это ну достаточно важный момент на который вам необходимо обратить свое внимание вот то есть тут отдельно отдельно эта история идет ну отдельно в смысле ну данный аспект отдельно так вот идет вот это важно тоже важно тоже на это обратить ваше внимание вот и соответственно где-то на вот стыке где-то на стыке вот всех вот этих моментов да где-то на стыке всех этих моментов и соответственно лежит ответ на ваш вопрос который вы задаете вот и там вы найдете частички крупички себя вот разобрав подкорректировав заметив выразив которые вы сможете сделать то как раз возможно что вы называете разобраться себя ну если я вас правильно понял конечно потому что ну понятно что варианты варианты могут быть разными вот и аспекты тоже могут быть разные Это то, что мне хотелось бы вам сейчас ответить с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своего опыта. Да, беременность, безусловно, играет определенную роль. То, что вы беременны, безусловно, играет серьезную роль. Вне всякого сомнения, игнорировать это бессмысленно, это правда. Это факт. Поэтому я бы, наверное, может быть, предложил бы вам как вариант или, например, максимально быстро начать решать проблемы, которые у вас есть сейчас, прям вот максимально быстро их решать. Допустим. Или же, или же дождаться, например, пока не родится ребенок. Тогда ваш ребенок, вот, как бы, да, пусть родится ребенок уже, и потом, после, после рождения ребенка, вы бы уже могли, ну, там, условно говоря, что-то делать. То есть, именно после рождения ребенка. То есть, это, ну, опять же, как вариант. То есть, я ни в коем случае, да, не хочу, как-то вот, ну, влиять на, ну, на вашу, на ваше решение, ни в коем случае, никак не хочу. Не хочу. Вот. Ну, просто, как вариант, вот, предлагаю об этом тоже попробовать. Вот. А дальше, дальше, мне кажется, ну, как бы, вам имеет смысл, решать самостоятельно, как вы будете действовать. То есть, если, ну, к примеру, если вы решите, допустим, если вы решите, что, ну, если вы решите оставаться с мужем, да, к примеру, то это хорошо. Но, в таком случае, на мой взгляд, нужно, чтобы и вы, и он, по возможности, четко отдавали себя в том, как бы, ну, какая мотивация оставаться дальше. Вот. Если такой мотивации нет, такой мотива, если, если с мотивацией здесь трудно, если с мотивацией тут сложно, вот, то я боюсь, что ничего хорошего из таких отношений не выйдет. опять же, то есть, просто, ну, будет просто какой-то обман, да, и все, вот. Опять же, как бы, вопрос, да, надо ли вам оно, нужны ли вам, ну, такого рода отношения, например, вот, хотите ли вы таких отношений. Мне лично кажется, ну, что, скорее, нет, но могу ошибаться, потому что, кто знает, как обстоят дела на самом, ну, на самом деле. Вот. Поэтому, поэтому думайте, подумайте над теми вопросами, которые я озвучил, вот, будем надеяться, что вам это было полезно. Буду благодарен вам за обратную связь, по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, позволит вам увидеть, увидеть, вот, то, чего вы хотели бы, то позволит вам увидеть, в каком направлении вы хотели бы двигаться и дальше уже скоординировать вас в направлении психотерапии. Удачи вам, всего самого доброго.